реконструируя конструктора реконструируя конструктора да значит во внутреннем пространстве когда вот вы у вас встречается конструктор дальше у вас будет сложный у вас будет ощущение что вы в очень минималистичной комнате то есть если вы заходите в рефлектора у вас ощущение что вы в пустоте но как-то все вибрирует вот и вы пытаетесь одно там такой чеширский код вот он все все вибрирует вот потому что все очень упластовано на простого на вот из него можно вытащить кучу фактов вот ощущение что когда он говорит он говорит бесфактно но когда вы начинаете конкретизировать там дальше могут сыпаться 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 просто они будут один другом вы телегами будете вывозить это хозяйство да вот но когда вы входите ощущение пусто когда вы входите в пространство в квартиру квартира этого конструктора да ну вот она такая мезобилистичная стол стул ничего больше нету ну вот она ощущение что там пусто ну вот на самом деле это иллюзия значит почему потому что вам конструктор все время предоставляет результат своей деятельности у него здесь идет постоянный просчет если вы посмотрите на эти стены это не стены это формулы причем и они постоянно считают и то что вы здесь видите стул или увидите или вы видите стол является результатом большой просчетной конструкции иногда невозможно понять как он это просчитывает ну то есть вы пытаетесь понять логику и ну как бы вам начинает предлагать слова и и объясняющий и в этот момент вы теряете ну как бы почему он это говорит зачем он это говорит как-то относится к стулу почему в результате появился стол ну то есть но там просто все эти она все одновременно идет и считается из этого счета что вылезает но вы тоже не видите что он считает то есть вот я значит встречал конструкторов очень социально одаренных просто невероятных и успешных связи с этим и для меня было удивлением что человек который способен совершенно он с любым находит коммуникацию со всем решает все там и так далее и так далее и как ты его спрашиваешь там что-то про этого человека думаешь вот он с недоумением смотрит потому что для него не было человека у него был набор признаков то есть он знает что люди которые действуют вот так некий некое нечто люди я поспешил некое нечто которые действуют так может свидетельствовать о том-то 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 и том-то и том-то при этом если это нечто действует еще вот так то это связь о том-то 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 и том-то и еще вот так то о том-то том-то и там наши сайс просчитать взаимосвязи и у дальше у вас есть очевидный ответ как действовать то есть они такие они сидят понятно что этот навык накопленный да эти вот как бы сказать такие немножко аутичные не хотящие взаимодействовать с другим дети вот Но они продолжают следить за происходящим и вычитывают закономерности. Если они пошли направо, это то, значит, если налево, значит, туда пошли. Если там, я не знаю, то-то, то это, если это, то это. Там куча закономерностей. И это просто вот такая матрица. Но вы заходите, вы же зашли за столом посидеть. То есть вам конструктор предлагает эту реальность. Он все рассчитал. Если у него, в принципе, была необходимость, конечно, к этой социальной адаптации. Потому что если у конструктора не было необходимости к социальной адаптации, то есть все было, как бы, ну, это же стресс, он будет зачем адаптироваться? Если ему, ну, как-то, будет, надо адаптироваться. Если его принимают, безусловно, целуют во все места. Он что будет адаптироваться? Он идет, считает своим. Его поцеловали, прекрасно, едем дальше. Вот, да. Если он испытывает, ну, как бы, тревожность, она не обязательно, опять же, вызвана реальной угрозой. Ну, конструктор может испытывать тревогу просто потому, что у него там высокий уровень эстикулярной информации, он в нем колотится. И где бы он ни происходил, он не понимает, что дальше будет происходить. Потому что у него нету, как у центристы, ощущения, как бы, ясности всего происходящего на входе. Да, ему до всего надо допереть. Да, все нужно рассчитать. Да, нужно собрать огромное количество этих. И он занимается бесконечным просчетом вот этих всех закономерий. и он их держит в голове. Вот, что меня потрясает, ну, то есть, у этих людей в голове есть, как бы, вот эти все просчеты. То есть, там, где я, будучи невротиком, я зашел, как-то мне все стало ясно. Я не понял, почему. Потом вы будете меня долго пытать. Я буду из себя по частям что-то вынимать. Вот, то лекция бы, которую читал конструктор, она бы выглядела следующим образом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, десять, пятнадцать. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Вот. Вы бы ничего не поняли. Потому что за каждым его знаком стоит еще точно такое же уравнение, которое уходит корнями в несколько других уравнений. Вот. И вы бы подумали, что над вами просто поиздевались. Вот. Вот, да. Но это было бы четкий абсолютно, если бы это можно было перевести на чужой язык. То есть, вот если бы я мог взять этого конструктора, про который я сейчас думал, когда вам это рассказывал. Вот. Ты его знаешь. Значит, и я бы его, как бы, смог вытрясти из него все наборы этих закономерностей, у меня была бы просто идеальная машинка по просчету человеческого поведения. У меня такой нету. А у него там все нашинковано, нарезано и так далее. Проблема, что из них этого не выйти. Не вынуть. Вот. Это вот такая вечно генерируемая модель. Ну вот. Но это при эффективности. При неэффективности она с той же успешностью генерит, видимо, какое-то безумие. Ну вот. Ну вот. Ну то есть, просто, она бесконечно что-то просчитывает. Понимаете? И вдруг, если здесь появляется рефлектор, такая, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, и она так немножко делает, такие волны пускает, понимаете, пространство. И образует местами неожиданные дырки. А он считает, да? И стулья ломаются. И вдруг лишние ноги вырастают. И сидушка отваливается. И он все это пытается считать обратно, чтобы навести, но не работает. Вот. Да. Значит, соответственно, когда вы реконструируете конструктора, вы получите, когда вы заходите в пространство умышления, вы обнаружите там объекты. Значит, не думайте, что вы нашли правду. Вы нашли химеру объекта. Он считал другое. Он использовал другие, он вообще зашел по своим каким-то закономерностям в какие-то разные сферы. И то, что с вами разговаривают о стуле, это не значит, что речь идет о стуле. И это сложность реконструкции, потому что он очень понятно все и ясно разложит. У него же причинно-следственная конструкция есть. Он все продумал. Он все может сформулировать. Он все может объяснить. У вас появляют стулья, столы, шкафы, шафонер. Убрали. Табуретки, серванты. Это все убрали. У него все, они начинают вываливаться один на другой. И вы думаете, ну все, нормально. Про мебель пошли разговаривать. А на самом деле это, да, и очень сложно пробиться, потому что если вы будете задавать вопросы, а почему стул? Вы запускаете рекуррентную цепочку, которая начинает рассказывать вам механизм просчета, который доказывает, что стул. Там просто другого ничего нету, просто получился стул. Ни зачем, ни почему, ни что там и так далее. Просто получился стул. Ты его спрашиваешь, зачем стул? Он начинает ходить по кругу и рассказывает, как он пришел к стулу. При этом он не объясняет, что он пришел к стулу, потому что он не приходил к стулу, у него просто есть стул, потому что оно все считалось и выдало стул. Если вы заходите в конструктора, то вы заходите в математическую программу, которая все время выдает какие-то результаты. Они все логичные сами по себе, но когда вы на них смотрите, вам может казаться, что это просто... Почему умный человек этим занят? У вас может возникать такой вопрос. А у него просто ум был в создании этих стульев и столов. Вроде бы минималистично, а сколько раз труда. Понимаете, в чем прелесть? Это Вингенштейн, когда оборудовал свою комнату, он сделал вот это, он строил, был с архитектором дом, они строили сестре его в Вене. И он, значит, все, Вингенштейн, дом там и так далее, он там ничего не сделал. Он про все это очень много думал. И он сконструировал дверные ручки. Это просто такие... Огромные батареи. Они в углу вот так, вот так углом стояли. Одна батарея сделана, их никто не мог присвести. Они поставили на уши всю Европу. Потому что нужно было сделать такой треугольником батареи. Ну вот, да, вы посмотрите, батарея просто углом. Такая вот, круглая с этими... Ну, не круглыми, у него все не круглое, а такое, как бы, вытянуто круглое. Вот, да. Да, и... Но он был просто жил этим, да? Да, и вот я вспомнил, забавное тоже. Да, и он, как в Кембридже, тоже обустраивал свою квартиру. Вся мебель ему казалась избыточно вычурной. Вот, и он пытался найти простую мебель. Значит, он ее не нашел. Он, значит, ее сконструю... Как бы, что-то сконструю, кому-то заказал. Значит, там на заказ сделали эту мебель. И потом Рассел купил эту мебель. Там была какая-то... Что-то не было денег, нужно было послать. И там, и так далее. Рассел, чтобы, значит... А Витген Штейн отказывался брать деньги просто так. Поэтому Рассел сказал, что он купит мебель. Он купил там за 100 фунтов эту мебель. Да, вот. И потом выяснил, что купил произведение искусства. И был совершенно... И потом пытался довернуть денег. Потому что то, сколько за это заплатил Витген Штейн, это было слишком мало. За, если быть по-честными, за то... Но это были предельно примитивные. То есть, он сделал все... Но он столько думал, чтобы сделать это вот... Что оно превращалось в произведение искусства. Хотя я, конечно, в виде этой ручки, я впадаю в отторопь. Честно говоря. Но я понимаю, что надо было думать, чтобы такие создать. То есть, я бы думал, ручки, что у нее должна быть какая-то, да, функциональная. Ну, то есть, что-то... Ну, хорошие ручки, смотрите. Для людей. Ну, а у меня внутри вшита в дверь функцию и так далее. А у него просто ручка. Не все клеится, сколько всему. Ручка, все, пошло. Вот. Ну, и окна он еще тоже делал. Там, как бы, архитектурное решение, это, как бы, сказать, самое, что... Почему он производился в произведении искусства? Это он первый сделал такие огромные в пол стеклянные окна. Вот. И, ну, создал очень много пространства. Светового, световых решений. Постоянно там, ну, как бы, это вот его было, но думал над ручками. Вот. Так. В общем, да. Короче говоря, когда вы оказываетесь в пространстве мышления конструктора, и вы получаете вот такую ручку, не испытываете иллюзий, что это просто ручка. Вот. Это на самом деле результат огромный какой-то, возможно, бессмысленный абсолютно, никому не нужный, но интеллектуальной деятельностью. Если вы хотите понять богатство стоящего перед вами субъекта, вы должны, ну, понять, что эта ручка возникла не просто так, и попытаться ее, как бы... Дальше вы узнаете очень много вещей, которые, я уверен, что если бы мы попросили бы сейчас... Он обычно у них, он же, значит, он ходил, вот этот вот, у них был там, где он с попером вот это поругался с этой... Это был этический, значит, такой семинар или кружок, в общем, там два раза в неделю, в общем, ходили, и, да, и, в общем, на этические проблемы читали доклады, вот. И у Эйгенштейна была, значит, как бы он ввел правила, он всех там просто, ну, как бы, все были просто в ужасе, ну, то есть Рассел просто забивался в угол, а потом старался не приходить вовсе, вот, потому что он всех воспитывал там. Вот, и он, значит, требовал, чтобы доклады были максимально короткими, ну, вот, философ... Максимально короткий философский доклад. Ну, вот, какой-то там был идеальный, в три минуты кто-то уложился, это было признано лучшим докладом, этическим, этическим проблемом. Ну, вот, были самые... Но если бы мы его пригласили сюда читать лекцию про вот эту ручку, я думаю, что в целом семестров пять это бы заняло. Вот, 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 что я пытаюсь объяснить про эти стулья и столы внутри этого пространства. Не будьте в иллюзии, что когда у вас конструктор рассказал, он дын-дын-дын-дын-дын, он это имеет в виду. Он это имеет в виду, но на самом деле за этим стоит какая-то очень сложная, просчетная конструкция, вот, в которую он будет рекуррентно в ней постоянно крутиться. Это проблема в том, что его сложно из этого вынуть, потому что куда бы вы ни вошли, вы из этого куда-то опять приходите в этом же пространстве.